Стать настоящим героем с гордостью носить берет спецназа, этого хотят миллионы мальчишек, мечтал об этом и Андрей Ленёв, который волею судеб вошел в легион героических личностей спецназа, рисковавших своей жизнью при исполнении долга. В декабре этого года исполняется 10 лет с того трагического дня, когда подполковник СОБР Андрей Ленёв получил смертельное ранение во время спецоперации по ликвидации бандформирования. О бесстрашном бойце, оставившем добрый след в сердцах людей, Фатима Даурова. Эта жизнерадостная улыбка за секунды располагала к себе всех, кому повезло быть знакомым с Андреем. Его обаяние сочетало в себе особую широту души и природное мужество. Последнее потом не раз проявлялось в спецоперациях в различных горячих точках. Сегодня сослуживцы, вспоминая о нём, говорят о его обострённом чувстве справедливости, о желании непременно победить зло в любых его проявлениях, о его профессионализме и человечности. Самое яркое качество, наверное, его целеустремлённость в достижении какой-то цели. Если он поставил себе задачу научиться кататься на роликах, он учился кататься на роликах даже в коридоре во время дежурства на сутках. Если он поставил себе задачу научиться стрелять, он учился стрелять везде, во всех возможных ситуациях, где только ему попадалась возможность какая-то. Целеустремлённость, наверное. Целеустремлённость, ну и, конечно, доброжелательность. Его очень хорошее такое качество. Он всех уважал, со всеми старался быть добрым и отзывчивым. Но любовь к жизни проявлялась у Андрея Ленёва во всём. У него была масса мирных увлечений и огромный круг друзей. Он был своим среди альпинистов и спасателей, лыжников и сноубордистов. Адреналин так и зашкаливал, каждый раз выполняя прыжки с парашютом с затяжным свободным падением и завоёвывая очередную вершину. Он любил смотреть на мир через объектив фотоаппарата, улавливая красоту и останавливая момент в вечности. Ему очень нравилось узнавать что-то новое, где-то в чём-то участвовать. Он был человеком, который стремился успеть всё. Наверное, так с судьбой, как предназначено было ему, что он хотел, он, наверное, чувствовал, что ему не так много отмерено судьбой. Он очень стремился жить, очень активно жить. Хотел быть лучшим, хотел быть всем полезным, хотел быть полезным в первую очередь своим друзьям, близким, обществу. Его разносторонность проявлялась и в актёрском мастерстве. В художественном фильме «Стреляющие горы», основанном на реальных событиях и рассказывающем о подвиге пограничников при проведении антитеррористической операции на Северном Кавказе, Андрею Ленёву досталась роль идентичной его настоящей профессии. Но в жизни, в отличие от кино, не всегда бывает хэппи-энд. Последняя боевая операция подполковника Ленёва началась 19 декабря 2011 года, когда в селе Учкикен ввели режим КТО. Трое бандитов, находящихся в федеральном розыске, были блокированы в квартире на верхнем этаже пятиэтажки. Боевая группа под руководством Ленёва была на передовой. Благодаря правильной тактике и боевому опыту двое бандитов были уничтожены. Оставался третий, который не подавал никаких признаков жизни. Разведывая обстановку, спецназовец шёл впереди своего менее опытного товарища, прикрывая новичка. Он всего лишь на один шаг опередил его, когда пуля из автомата Калашникова пробила каску с расстояния трёх метров. Он понимал, что он в любой момент может отдать жизнь. Он этого не боялся, и он всегда был готов к этому. Всегда был готов. Андрей Ленёв, подполковник СОБР, кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством, вошёл в историю российского спецназа, заняв достойное место в пантеоне героев. Фатима Даурова, Наталья Соколенко, Вести, Карачаево, Черкесия.